всем большой привет и сегодня давайте проведем небольшую экскурсию по нашей домашней студии где мы занимаемся музыкой и так вот у нас два пианино стоят на вот этом большом кассио это инструмент с имитацией хорошие имитации прикосновения как у акустического пианино на нем мы играем я играю в уроках вокала ученики играют на уроках фортепиано принципе на вокале тоже периодически мы садимся за этот инструмент и что-то играем здесь у меня стоит метроном под которым мы часто занимаемся вообще отдельный метроном это очень классная штука потому что он стучит все-таки откуда-то как бы из другого места и когда вы играете гаммы то звук клавиш не перебивает звук метронома и это работает намного лучше пожалуйста стоят всякие разные ноты тетрадки дальше лежит яйцо шуршалка такая классная штука ритмическая для того чтобы отрабатывать темпо ритмы прочее прочее теперь вы видите вообще пожалуй одну из самых главных штук на моих занятиях это масляная пастель да да не удивляйтесь урок не рисования музыки но тем не менее разноцветная масляная пастель нам нужно постоянно потому что с ее помощью мы размечаем себе тексты песен делаем такую графическую работу с текстом и тогда петь становится намного легче потому что например слова которые приходятся на одну и ту же ноту мы помечаем одним и тем же цветом потом глазами ты смотришь на этот текст и тебе легче ориентироваться давайте пройдем дальше здесь внизу у меня стоит вот такой комбик совершенно прекрасный однажды на нем сверху лежал телефон тот момент когда у нас было занятие и мы играли в том числе на гитаре этот телефон зазвонил а комбик как будто вообще даже ничего не произошло то есть он даже не зафонил настолько у него хорошая защита от этой обратной связи комбик и для вокала и для инструментов прекрасно три канала эквалайзер замечательные эффекты очень очень им довольна поэтому им пользуются и гитаристы когда приходят ко мне на занятия и также им пользуюсь я когда мне нужно играть на втором моем пианино которого нет колонок сейчас я вам покажу чуть попозже продвигаемся дальше вот собственно стойка когда ко мне приходят гитаристы они ею пользуются старная стойка теперь мы с вами видим зеркало привет это зеркало используется для того чтобы человек приходящий ко мне на урок вокала видите там видно стул человек сидит прямо напротив этого зеркала и когда он поет он может смотреть на себя видеть свой рот свои плечи то есть следить за собой потому что задач у нас на вокале очень много и следить за всем сразу не удается а зеркало очень сильно облегчает этот процесс давайте продвинемся дальше здесь вы видите мой штатив он мне нужен для онлайн уроков мои меховые тапочки у нас и занятия проходят очень уютно по-домашнему вот собственно штатив очень классная штука я занимаюсь всегда онлайн именно с помощью этого штатива потому что либо я ставлю его за инструментом и сижу играю да а вы смотрите на меня через экран поете я вижу и вас и могу спокойно играть либо я ставлю его прямо над пианино разворачиваю камеру и показываю вам свою клавиатуру это происходит чаще всего тогда когда мы занимаемся фортепиано онлайн так что онлайн уроки у нас проходят не менее комфортно чем оффлайн уроки причем комфортно для обеих сторон вот кстати второе пианино это пианино я использовала когда давала концерты она более маленькая чем вот только все здесь поменьше клавиш немножечко другие по ощущениям клавиши то есть она все таки не похоже на акустический инструмент у него совершенно другие задачи вот это пианино я использую либо когда записываю свои видео либо когда мы играем на уроках в 2 пианино да то есть ученик следит за одним а я сажусь за другое и спокойно ему показываю вот вы видите ту самую кисточку из stories та самая палка указалка эту кисточку я использую когда сижу на уроках сбоку от пианино а и чтобы не тянуться там через клавиатуру я спокойно так палочкой показываю на нужные ноты не мешая человеку стоит пипитер дополнительный кстати вот это один экземпляр из моей достаточно уже большой коллекции нот ноты эти чаще всего букинистические как я люблю вот это например сборник шумана дальше мы с вами видим микрофон стойку и вот пожалуйста пульт так что в принципе мы можем даже и записывать либо учиться работать с микрофоном такое тоже бывает хотя чаще всего мы конечно поем живую но например вот летом не был опыт мы готовились с девушкой к выступлению на конкурсе миссис россия и она заняла там первое место в том числе благодаря тому что они с мужем очень классно выступили с песней которую мы с ней готовили в экспресс курсе вот мы это все использовали ну и финальный штрих этот вентилятор на самом деле классная штука потому что летом или когда человек очень сильно бежал ко мне торопился и запахался включаешь вентилятора тебе очень хорошо и комфортно вот такая небольшая уютная домашняя студия в которой мы занимаемся музыкой